8 утра в регионе на канале Россия 1 субботний выпуск программы Вести Ульяновск в студии Елена Тимонина. Доброе утро! И вот что вы увидите в ближайшие 15 минут. Советская модель просвещения восстановлению не подлежит. О новой школьной реальности репортаж Яны Федорищевой. На карте левобережья Ульяновска новые имена. На торжественном открытии улицы Абрама Разника побывала Элла Шахова. Такая долгожданная победа. Ульяновские баскетболистки в тройке лучших в Приволжье. О триумфе региональной школьной сборной Артем Петров. Впервые в онлайн формате в Ульяновске завершилась 56-я межрегиональная медицинская конференция. К форуму присоединились и эксперты федерального уровня. За два дня врачи успели обменяться опытом и обсудить острые вопросы в здравоохранении. О новом качестве жизни для всех поколений расскажет Марина Тимофеева. Снижение смертности, повышение доступности и качества медицинской помощи. С подобными темами светило отечественной медицины выступали в первый день форума. На повестке самые актуальные вопросы отрасли. 20-й год удалось себе знать. Нагрузок очень было много. Даже иногда у меня за сутки выходили 17 больных ковидных, которые переводили. Елена Артемьева работает на скорой помощи уже 19 лет. За преданность профессии региональные награды, цветы и благодарственные письма – это только маленькое спасибо за то, что они делают для нас. Конечно, национальные проекты реализуются силами медицинских работников. Начиная от санитарочек, медицинских сестер. За время пандемии несколько больниц перепрофилировали в ковидные госпитали. Туда сразу направили дополнительно более 300 врачей и медсестер. Были брошены все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы последовательно принимали решение в поддержку лечебной сферы и продолжаем коллективно и лично помогать меду в жизни в области. Ковид-19 хоть и стал главной темой программы конференции, но на повестке дня и задачей национального проекта здравоохранения. Наладить первичную медико-санитарную помощь, оснастить оборудованием базы детских и взрослых поликлиник. И, конечно, снизить смертность от онкологических заболеваний. Опережать целевые показатели помогают технологии ядерной медицины. Центр радиологии и онкологии ФМБА России только за прошлый год принял 15 тысяч пациентов с разных регионов страны. Сердцем центра является центр протонной терапии. Это уникальная методика, позволяющая осуществлять максимально точное лечение пациентов со сложными заболеваниями, в том числе метастатические поражения при онкологических заболеваниях. Там и во многих других ульянских больницах уже пользуются современными цифровыми технологиями. Приблизить медицинскую помощь населению Ульяновской области и в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. Мы закупаем современное медицинское оборудование. Новый ангиограф уже служит в Ульянской областной клинической больнице. Вот так выглядит инфаркт миокарда. Современная установка дает возможность увидеть полную картину состояния пациента, определить объем оперативного вмешательства и поставить точный диагноз. Конструктивная особенность С-дуги, которая выполнена в более углубленной форме, что позволяет в редких случаях при необходимости использовать те проекции, которые мы раньше не могли использовать для визуализации артерии. Умная система состояния пациента выводит на экран. Все синхронизируется с компьютерным и магнитно-резонансным томографами. 23 секционных заседания по разным направлениям в двухдневной конференции о развитии и преимуществах на пути к новому качеству жизни для всех поколений. Марина Тимофеева, Алексей Прохоров, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Воспользоваться билетом в прошлое, чтобы оказаться на шаг впереди в будущем. В Ульяновске меняют представление о региональном образовании. Говорящие роботы, 3D-принтеры и шлемы виртуальной реальности, конечно, хороши. Но достаточно ли этого, чтобы выйти на новый образовательный уровень? Как в регионе строят эффективную модель школьной жизни, расскажет Яна Федорищева. Здесь вы видите цементационные столы, подлинные, подпись Керенского, печать Кубернской гимназии. Типичный класс 19 века и такая же привычная для былых реформаторов лаборантская. Под стеклом подлинные и до сих пор рабочие приборы. Вот раз и в другом шарике мы получаем мгновенный процесс кипения. Какие два законы физики работают одновременно и приводят к такому результату? Теплоотдача. Совершенно верно. О скучных уроках с таким техническим арсеналом можно забыть. Учить историю, математику или физику куда проще, когда ты за одной партой с их основателями. Сейчас тоже революцию будем делать. Без нее в новую образовательную реальность не шагнуть. Советская модель просвещения восстановлению не подлежит для новой, такой же последовательной, как три десятка лет назад. И только начинают заливать фундамент. Те прорехи, которые вызваны перестройкой в этими сложными 90-ми годами, они сейчас не просто латаются, а что-то перешивается и делается по-новому. Как раз за этими партами образовательная жизнь вновь началась с чистого листа. Гимназия с завидными показателями успеваемости удостоилась высокого исследовательского статуса. Стала опорной для Российской академии наук. Будучи еще школьниками, этих ребят с головой погружают в университетскую программу. Мы получили доступы к материально-техническим базам наших региональных вузов. У первой гимназии на сегодняшний день есть договоры о взаимном сотрудничестве со всеми вузами региона. На курсы повышения квалификации учителя ездили и в Москву, и в Санкт-Петербург. Они и сейчас продолжают онлайн обучение. В проекте базовой школы РАН до мелочей продумана не только образовательная программа. Непрерывная работа ведется и с кадровым резервом. Назначено нужно укреплять кадры, нужно заниматься учителями. Чем государство к ним больше повернется лицом, тем они больше отдадут нашим детям. Эксперты уверены, от пытливых умов этих мальчишек и девчонок зависит вся российская экономика. Как только образовательный процесс хотя бы на полшага обгонит производственные амбиции, рубль перестанет бояться высоты. Яна Федорищева и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Он обманул смерть и воспитал не одну плеяду юристов. Имя ветерана Великой Отечественной войны Абрама Разника теперь носит улица в Заволжье. На торжественной церемонии побывала Элла Шахова. Эта улица в новом городе теперь носит имя фронтовика. Когда началась война, 17-летний Абрам Разник вызвался добровольцем. Служил в пехоте, воевал под Сталинградом. Там в день своего рождения, 2 ноября, был тяжело ранен. У них была очень тяжелая переправа на берег, на котором находится Сталинград. И они пытались с берега занять город. Ну, немцы были в городе, они сопротивлялись. И вот еще бои были, когда на берегу, его там ранило, и он остался лежать на берегу. И брату сообщили, что он погиб. И в Зале памяти, в Волгограде есть зал памяти, мемориалы огромные, там знамена с именами погибших и фамилиями. И на последнем знамени, в самом почти низу, его фамилия. Абрам Разник сумел обмануть смерть, но был крайне честен и уважителен к людям. Таким его запомнили коллеги в прокуратуре Ульяновской области и те, кто учился у него. Ветеран преподавал уголовное право в военно-техническом училище. Горжусь тем, что он в свое время, в мои студенческие годы, я из его уст получал азы криминалистики. Вот его наука, его не только качество преподавателя, но и качество человека, качество настоящего гражданина, качество настоящего патриота нашей Родины. Он со мной находится постоянно и помогает в работе. В этот же день на фасаде дома номер 28 по улице Кирова, где Абрам Маркович прожил долгие годы, открылась мемориальная доска. Молодежь, люди посмотрят, увидят фамилию, поинтересуются. Сейчас ведь модно в интернете эти вещи посмотреть. Зайдут в интернет, увидят его историю, увидят его биографию, увидят его героические подвиги, увидят подвиги других солдат, которые обороняли нашу Родину. Вот в этом будет заключаться память. Абрам Разник был награжден медалью за взятие Кенигсберга, орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды, медалью за оборону Ленинграда. Элла Шахова, Антон Дурнов, Вести Ульяновск. Ульяновская сборная школьниц по баскетболу стала одной из лучших в Поволжье. Окружной этап чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет прошел на территории 73-го региона. Самые сильные команды с берегов Волги сражались за путевку на всероссийский финал первенства. В финале наша сборная встретилась с командой из Марии Элл. Упорная борьба до самой последней секунды финального матча. За награды высшего достоинства на паркете сражаются две лучшие баскетбольные сборные девушек в Поволжье. Ульяновская команда от дома принимает соперниц из Марии Элл. На трибунах не просто зрители. Участники окружного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Кто-то остановился в шаге от решающей баталии. Другие из соревнований выбыли раньше. Но во время финала каждый поддерживает тех, с кем успел подружиться за пять матчевых дней. Для ульяновских баскетболисток этот финал особый. До решающей стадии турнира они дошли впервые за 13 лет. Состав региональной школьной сборной сегодня один из самых сильных за все время проведения чемпионата. Девочки очень сильно старались и упорно тренировались в продолжении всего года. Я считаю, что достичь таких результатов помогла дружба. Ответственность и наши тренера. До середины финальной встречи счет на табло был практически равным. Лишь ближе к финалу вперед вырываются гости из Мариэл. Но ульяновские спортсменки до последней секунды сражаются в каждом моменте. Даже ценой травмы девушки буквально вгрызаются в мяч. Желание победить преобладает над болью. Наши девчонки себя показали борцами, потому что легких игр практически не было. Но в каждую игру они выходили заряженные. Были видно, что они готовы бороться до последнего. Я уверена, что они безумно устали. Но даже в сегодня финальном матче было много моментов, когда видно, что через силу они вытягивали мяч и не забивали. В итоге победу финальной баталии одерживает сборная Мариэл. Но взять реванш ульяновская команда может на всероссийском финале чемпионата. Главные матчи турнира пройдут в июле. Федеральный этап кэс-баскета примет Киров. На площадках сойдутся лучшие школьные сборные страны. Артем Петров и Антон Дурнов. Вести. Ульяновск. За кубок Жадовского монастыря поборются сотни спортсменов из регионов Приволжья. Крупнейший турнир по ММА пройдет сегодня в Индии. Это уже седьмые состязания, в которых будут участвовать не только взрослые, но и подростки. Среди организаторов – Жадовский монастырь, при котором действует спортклуб «Пересвет». Цель была первоначально увезти ребят с улицы, привить им патриотизм, любовь к родине. С Божьей помощью, что считается, удалось. Потом уже, когда клуб набрал силу, расширился, мы решили проводить турнир. Турнир будет носить любительский характер, и никаких профессиональных бойцов в Индии не ждут. Разве что в качестве зрителей. Любителям спорта обещают яркие поединки, которые не оставят равнодушными никого. Открытие ровно в полдень. Впервые за кубок поборются женщины. Провести ночь в музее приглашают сегодня ульяновцев. В рамках ежегодной всероссийской акции, приуроченной к Международному дню сокровищниц истории с 16 до 20.00, можно будет посетить выставочный павильон «Гараж СССР. Ретро-мототехника», дом «Музей Ленина» и квартиру «Музей семьи Ульяновых». В гараже посетителям предложат пройти с обзорными экскурсиями по экспозиции «Ретро-мототехника» и по выставке «Истории победы в монетах». В доме музея Ленина свои авторские экскурсии проведут лучшие экскурсоводы мемориального комплекса. От 17 до 19 часов здесь будет работать детская интерактивная площадка «Космические фантазии». Кроме того, здесь пройдет музейное занятие об истории естественных наук с посещением домашней лаборатории «Наука без скуки». И путешествие в Китай. Подробнее с программой «Ночь музеев» можно ознакомиться на сайте leninmemorial.ru и в социальных сетях Ленинского мемориала. Вход в музей свободный. На все экскурсии и мастер-классы необходима предварительная регистрация. Он есть у каждого, но как им пользоваться, знают немногие. Полис обязательного медицинского страхования. О нем сегодня речь пойдет в программе «Тема дня». Гость в студии Екатерина Буцкая, руководитель фонда ОМС по Ульяновской области. Смотрите актуальное интервью сразу после рекламы. А на этом наш информационный выпуск завершен. Далее информация о погоде, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и отличных вам выходных. Сегодня днем атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Вероятность осадков небольшая. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха днем в Ульяновске от 30 до 32 градусов. В воскресенье в Ульяновске ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью в Ульяновске 14-16 градусов выше нуля. Днем в Ульяновске 30-32. Днем в Ульяновске 30-32. Днем в Ульяновске 30-32.